Приветствую вас, все очень хорошо, что вы обратились с этой проблемой на наш ресурс. У вашей истории есть два аспекта. Первый аспект, то что ваше желание, оно пропало в каком-то моменте. То есть вот вы пишите, что у вас все было хорошо, у вас раньше все было прекрасно, а сейчас как отрезало. Вот надо проанализировать то, что произошло с вами в тот период, непосредственно до того, как вы почувствовали исчерновение желания. Скажите всего, что-то у мужчины вас откладывало, может быть какое-то неодорожное слово мужчины, может быть какое-то неодорожное поведение, может быть действие, может быть страх, что-то есть. И вот это нужно выявить. Выявить, проработать и удалить. Дальше. Нужно сказать, что у женщины, в отличие от мужчины, секс есть в голове. Если, по какой-то причине, что-то мешает женщине расслабиться, естественно, никакого удовольствия от секса она не получит, и никакого увлечения у нее тоже не будет. Соответственно, нужно понять. А главное, даже не понять, а сравнить, вот то, о чем вы думали, о чем вы думали тогда, когда у вас все было хорошо, какое было, каким было наполнение ваших мыслей, и сейчас, какие у вас мысли. И, скорее всего, на глубинном уровне с вашим молодым человеком что-то произошло. Может быть, вы стали слишком друг другу привычными. Может быть, исчезла какая-то страсть, на которой базировались ваши отношения, а кроме страсти больше ничего у вас не осталось. Такое бывает, к сожалению, бывает не так очень редко. В этом случае нужно сделать перерыв, побыть какое-то время друг от друга по одоле, чтобы вновь соскучиться, чтобы осознать свои чувства, чтобы вновь дать им возможность проявиться, чтобы осмешить их. А если же все-таки произошел какой-то конфликт, если же все-таки было какое-то недопонимание между вами, то это недопонимание нужно как-то разобрать, обговорить, обсудить, выразить, и тем самым его проработать, чтобы оно перестало вам мешать, чтобы оно перестало вас отвлекать. Я думаю, что именно так можно решать данный проблем. Поскольку вы не производите впечатление человека достаточно оформленного, то прежде чем обсуждать данный вопрос с молодым человеком, попробуйте все-таки подумать, что же вас могло так сильно оттолкнуть от него. И любите ли вы его еще? То есть какие у вас с ним чувства, как вы можете молодого человека своего описать, как вы его воспринимаете, как относитесь, как видите и так далее. Ну и самое главное, что на будущее, если вам что-то не нравится, или если вам что-то надоедает, или если что-то отталкивает вас, отвлекает, об этом нужно говорить. И если вы не будете этого говорить, то такие ситуации могут возникать вновь и вновь. Откровенность и доверие – это неизменные условия для того, чтобы в интимной сфере все было хорошо. По крайней мере, на духовном уровне. Если на духовном уровне все будет нормально, то и на физиологическом уровне вопрос гармонии будет решен так или иначе. Поэтому я желаю вам удачи в работе по однажденным направлениям. Если потребуется помощь, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!